Всем привет! Мы только что спонтанно решили начать влог. Я не знаю, я не умею говорить на камеру. Я разучилась. А вообще ты перезаписываешь, вот типа, если тебе не нравится? Да, конечно. Вот, например, как сейчас. Всем привет! Я только что приехала на маникюр, обновлять свои шриланские и малазийские ногти. И мне пришла такая идея заснять для вас один день, точнее два, нет, один день. Мне пришла идея заснять для вас два дня из своей жизни. У меня просто сегодня будет довольно насыщенный день и точно такой же будет завтрашний. Я думаю, что вам было бы интересно посмотреть на мои московские будни, поэтому приглашаю вас на свой влог. Влог! У нас уже пошло что-то интересненькое. Напоминаю, время у нас 12 утра. Сегодня приезжает моя сестренка, чуть-чуть попозже, примерно через часик. И я решила сделать ей подарок на день рождения. Короче, я не попала на ее день рождения, когда была наша Ланка. И я решила подарить ей повышение квалификации в самом классном салоне в Москве. Посмотрите, какой потрясающий салон! Я приехала, ребята! Это моя любимая Вика. Оценка лука. Короче, ждем сестру и продолжаем. Ты уши! На самом деле, когда я только создавала инстаграм, мама безумно старалась поддержать меня во всех моих местах. В начинаниях покупала разные световые лампы, петлички и так далее. И сейчас я точно так же хочу поддержать сестру в ее начинаниях. Я понимаю, что если она в 12 лет, в свои 12 загорелась маникюром, то каким квалифицированным мастером она станет в свои 18. Поэтому я вижу, что она этим горит. И безумно хочу ее в этом поддержать. Поэтому я решила сделать ей такой небольшой подарочек на Денежте. Еее, мы снимаем влог. Моя сестра учится на ягюро. Она там. Моя сестра учится на ягодном маникюрском России. Моя сестра учится на ягодном маникюрском России. Я хотела заснять для вас два очень наполненных дня из моей жизни. Но на сегодня у меня планировалось только обучение для сестры. И только что мне написал аккаунт, что на сегодня у них есть свободный мастер-класс. Я решила выбрать рисование, потому что я это очень сильно люблю. И сама рисую дома, когда мне бывает скучно или одиноко. Поэтому они мне предложили сегодняшнюю дату. Сегодня 20 марта. Я подумала, почему бы и нет. Так что сегодня после обучения поедем с вами на рисование. Будет точно интересно. Не получилось у меня остаться до конца обучения сестренке. Но мы с ней встретимся дома. Она покажет мне сертификат. Хоть я его уже и видела. Здравствуйте. Бринанская футболка, которая по итогу стала домашней. Короче, прикиньте, купила в стритбите кроссовки. Искала найки, обычные форсы. Но, к сожалению, там все слишком плохо с ассортиментом. И я увидела высокие найковские форсы. Подхожу поближе, смотрю, а они точь-в-точь идентичны, только без значка найк. Я спрашиваю у консультанта, что это. Он мне говорит, что это их новая коллекция, стритбитовская. Я попросила дать мне описание кроссовок, увидела, что они из натуральной кожи. Померила и поняла, что это точь-в-точь такие же удобные, комфортабельные кроссовки. Но только не найк. Но выглядят как форсы. Я удивилась, но взяла. Угадайте, за сколько. Напишите в комментариях. Слушайте, мне кажется, я приехала в потрясающее время в Москву. Погодка шепчет. Сегодня целых 4 градуса. Вау. Но на самом деле, правда, очень тепло и комфортно находиться на улице, хоть я и полураздетая. Сейчас заеду на учебу, решу вопросик туда-сюда и выезжаем с вами на массаж. Кстати, касаемо учебы, у меня в этом году диплом для многих не секрет. И я сейчас занимаюсь активной подготовкой к нему. Я его уже распечатала, сшила. Он у меня готов. Осталось к нему готовиться. Далее мы выходим на практику в апреле. Она у нас до конца мая. А там уже защита диплома и... Россия. Не скучай. Нам двоим достался, один парашют. Значит, прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас с тобой. Здравствуйте. Я раньше времени. Ксения. Очень прикольно совпало то, что у меня массаж с ресничками буквально в 5 минутах ходьбы. Так что я уже пришла. И в предвкушении, что со мной сейчас будет происходить. Привет. Да, 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 все в школу. Вот, то есть мы ко мне просто приехали. Все что-то очень быстро все поменялось в жизни. Я смотрю, типа... Ой, блин, идеально. Все еще такое загореленькое лицо. Ага, сейчас я снимаю видео. Вот так вот возьми ручки. Ага. Отлично. Так, и что, и что? Я ослепла. Ее начинают куда-то тащить. И за сколько ты ее купила? За 100 тысяч. Да ладно, жесть. Сейчас я все достану, что мне с тобой потребуется. Почему я раньше этого не делала? Хочешь, я тебя сниму со стороны? Давай. Ага. Блин, какая ты хорошенькая. Короче, рассказываю, как душить правильно. Вот так берете одной рукой вот здесь. Этой же рукой за локоть себя примерно в локтевой зоне берете. Вот этой рукой нажимаете, повернись, на затылок нажимаете. И просто начинаете... Сейчас мы будем пить ВДшечку. Потом мы возьмем и шлифонем. Это блейзером. Ей просто дали камеру в руки. Мы с нашим мужем. С нашим. Это наша мама и наш папа. Они везут нас до магазина. Макдональдс только если по дороге будет. Блин, такая классика вообще. Лара Седан! Баклажан! Лобовуха в хлам, та сидит низко. Корпус по асфальту, высекая искры. Копы на хвосте, мы в зоне риска. Я вообще не местный, да и без прописки. Ну а че, красавчик, меня любят киски. 101 роза, пополняю списки. О, какая же, какие си... Слышь, дай-ка номерок быстро. Нормальный парень ест кебаб, а не суши. От души, братуха, душевно в душу. Нормальный парень любит кайф, когда бьет грушу. От души, братуха, прилетает в душу. Городская жизнь, вокруг одни заборы. А я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу ресоры. Чем выше горы, тем ниже приоры. Лара Седан! Баклажан! Лара Седан! Баклажан! Эти длинные лисницы, черные глаза. Красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на лаве Седан. Ты послушай меня, милый, придержи коня. И спроси украть, и подпустили меня. Я тогда на тело платье цветовый бажан. Сяду к тебе лаве Седан. Черные туфли, белые носки. Со мной только те, кто мне близки. Субтитры сделал DimaTorzok